Ну что, сейчас мы приступаем к операции внутригрудной симпатиктомии. У пациентки страдающей эритрофобией и умеренной потливостью ладони и подмышек. Она приехала к нам из Топропольского края. Заранее мы ее обследовали, посмотрели все. И сейчас она на операционном столе. Пациентка страдает эритрофобией, это стрессовое покраснение лица и умеренной потливостью ладони и чуть больше подмышек. Соответственно, планируем выполнить операцию внутригрудной симпатиктомии с уровня ТН-2 для того, чтобы избавить пациентку от эритрофобии. Поехали! У девочек я всегда ищу ткань молочной железы. Переход из области верхнего квадрата молочной железы в подмышечную впадину и ниже этой складочки делаю инфильтрацию и разрезы. Потому что это очень важно, чтобы максимально скрыть все разрезы, которые могут быть. Больше не надо. Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, ну что, мы закончили операцию внутригрудной симпатиктомии у молодой пациентки. Выполнена симпатиктомия с уровня ТН-2, ТН-3 для того, чтобы избавить пациентку от эритрофобии и стрессового покраснения лица. А также потливость в ладони и подмышек пробуждается уже без трубочек, без дренажей, как принято у нас. Максимально эстетичная операция. Я уверен, что пациентке эффект от операции понравится. Потому что у нее не будет краснеть в случае стресса лицо и не будет потеть ладошки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok